Привет, друзья! С вами снова я, Олеся Медведева, и настало время подводить итоги уходящего дня. Прямо сейчас поговорим с вами о том, что произошло сегодня, 29 июля. По данным Генштаба ВСУ к югу от Бахмута, украинским войскам удалось отбить атаку Россия на вершину, где у противника, как вчера Генштаб писал, был частичный успех, а также, по их информации, отбита атака на Семигорье. При этом, по сообщениям ВСУ, бои за Новолуганское продолжаются, а по информации из российских телеграм-каналов, этот населенный пункт уже под контролем россиян. Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Солидара. По украинской версии, россиян от города удается отбрасывать, по российской они вошли уже с востока в город и ведут там бои. По информации из, опять же таки, российских телеграм-каналов, воюют там вагнеровцы. Американский институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск. Со стороны Северска действительно в последние дни новостей нет. Южнее противник продолжает вести наступление на Авдеевку, Пески, Красногоровку, Марьинку, а также Великую Новоселку, и все это, кроме Великой Новоселки, находится в районе Донецка. По данным Генштаба ВСУ, все атаки отбиты, по данным из ДНР идет продвижение. США также видят тенденции по подготовке российского наступления на Харьков. В Херсонской области продолжились удары по тылам россиян. В Минобороны Российской Федерации же заявляют об ударах по военным объектам Украины в Киевской и Черниговской областях. Ну и как же не поговорить о контрнаступлении, которое Украина, по ее словам, готовит в ближайшее время на Херсонском направлении. Украинская сторона, как мы с вами знаем, заявляет об этом как о деле уже абсолютно решенном. В то же время в западных публикациях мнение относительно того, будет это или нет, двоякое. С одной стороны говорят, что такие намерения присутствуют, а с другой стороны пишут о том, что ну как бы есть некое количество проблем, с которыми может столкнуться Украина. И некоторые из этих перечисленных проблем довольно серьезные. CNN вчера опубликовала репортаж из Николаевской области, где они пообщались с военными о предполагаемом наступлении в ВСУ. И мнения там разные. Один из солдат, который занимается воздушной разведкой, заявил, что не уверен в освобождении Херсона и других населенных пунктов на юге Украины до конца этого года. Причем, по его мнению, это может быть и следующий год. Агентство пишет, что юг Украины – это большая площадь открытых холмистых сельскохозяйственных угодий, где любые наступающие силы будут не защищены. И у русских было несколько месяцев, чтобы построить оборонительные позиции в три эшелона по всему региону. По данным CNN украинцев, ограниченные штурмовые силы на протяжении большей части этого конфликта они играли в обороне. И это привело к ослаблению некоторых из их лучших подразделений. Журналисты пишут, что оружие, которое поставляют Украине союзники Запада, не предназначено для наступательных операций. А украинцам как раз таки не хватает воздушного прикрытия и наступающих сил. CNN сообщает, что украинские силы также несут большие потери на юге, хотя военные редко сообщают подробности. Также все больше информации появляется о том, что россияне усиливают свое военное присутствие в Херсоне. Перемещается туда очень много российской военной техники почти каждый день. Другие участники военных действий более оптимистичны. Боюющий на юге капитан ВСУ Владимир Амелян это как раз таки тот, который при Порошенко был министром инфраструктуры. Ну, гиперлуп, помните? Так вот он рассказал CNN, что точечные удары по тылам противника это часть стратегии ВСУ. Мы считаем, что русские сдадутся гораздо быстрее. Особенно в Херсонской области, когда мы уже поразили три основных моста. Два автомобильных и один железнодорожный, уверена Амелян. Ну и здесь бывший министр повторил тезис Андрея Ермака, который уже давно озвучивает победную стратегию. Отрезать Херсон от снабжения с левого берега, напугать ее окружение и заставить уйти. Арестович также считает, что россияне ведут оборонительные бои в Херсонской области. А ВСУ наступают. И с этим тезисом некоторые западные аналитики тоже согласны. Однако далеко не все в экспертной среде, даже в Украине, разделяют мнение Арестовича. Звучит мнение, что не Украина, а Россия готовится там к наступлению. Большой пост об этом написал координатор информнопалма Константин Машевец. Он считает, что Россия ведет масштабную переброску войск на юг Украины. Помимо боеприпасов идут еще и поставки танков на северо-запад Херсонской области. А танки – это наступательное вооружение. Параллельно, по его информации, в Крыму формируются диверсионно-разведывательные части – 32 группы. Они, а также десантники, перебрасываются не только на границу с Николаевской областью, но и с Днепропетровской, там, где Криворожский район. В частности, к переброске, по его информации, готовят 106-ю тульскую дивизию ВДВ, чьи офицеры уже прибыли на рекогницировку в южную зону спецоперации. Всего на южно-бужском направлении сконцентрировано 14-15 десантных батальона тактических групп общей численностью до 8500 человек. Планируется нарастить их группировку до 11 тысяч. Только за последнюю неделю из Мариуполя в Новую Каховку перебросили до 6 БТГ, в основном состоящих из десантных войск. На месте уже две инженерно-саперные тактические группы для форсирования Южного Буга. Также идет усиленное формирование новых артиллерийских дивизионов. Например, привезли до 16 единиц крупнокалиберных пионов, а также по новому принципу формируются склады боеприпасов. Их стали сильнее рассосредотачивать. Также Башевец предчисляет и другие факторы, из чего он делает вывод, что конфигурация группировки Российской Федерации на юге Украины не оборонительная, а наступательная. И у нее два вектора движений, один на Николая, второй на Кривой Рог. По мнению эксперта, Юг и будет главным направлением удара россиян. На остальных же участках, включая Донбасс, они перейдут к активной обороне, что при этом не будет исключать локальных наступлений. Также звучит критика стратегии Арестовича и в военных телеграм-каналах. Там пишут, что даже при блокировке переправ через Днепр, мостов и теоретическом подавлении российской артиллерии на правом берегу, она сможет беспрепятственно работать с левого берега Днепра, где с подвозом боеприпасов проблем не будет. Таким образом, если ВСУ прорвутся к Херсону, там их встретит огневая завеса, которую одними только хаймарсами подавить будет просто невозможно. Есть и еще одна точка зрения, она говорит о том, что сконцентрировать достаточно усилий для контрнаступления ВСУ не сможет, так как украинской армии нужны силы и возможности для прикрытия северной границы и непосредственно Киева, столицы. Украинская разведка сообщает, что противник украинских границ формирует еще одну ударную группировку. Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, Для ведения боевых действий Россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Сейчас он проходит формирование в Западном военном округе для того, чтобы его уже как объединение применять против Украины. Они заявили о своих планах до середины августа этот корпус сформировать. Западный военный округ Российской Федерации находится там, где северная граница Украины. И частично еще захватывает восток. Но где бы ни находился этот ударный корпус, в любом случае он будет отвлекать на себя внимание украинских войск. И не исключено, что это делается для того, чтобы ВСУ не перебрасывали больше сил на южное направление. Безусловно, главное событие сегодняшнего дня произошло не на фронте, а в тылу. Утром представители ДНР заявили об обстреле исправительной колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, в том числе из Азова. В обстреле они обвинили ВСУ. После этого об ударе по колонии в Еленовке, которая, я напомню, расположена на неподконтрольной территории Украины, заявили в Минобороны Российской Федерации. По утверждению российских ведомств по помещениям следственного изолятора колонии, якобы стреляли украинские войска из хаймерсов. Относительно общего количества погибших озвучивается разная информация. С украинской стороны говорят о 47, в ДНР говорят о 53. Также российские сайты сообщают, что есть много раненых, и они доставлены в больницу. По российской версии, по колонии в ЕСУ ударили из-за того, что некоторые азовцы начали давать интервью российским СМИ, а также, чтобы запугать других военных, чтобы те не сдавались в плен. На сообщение Российской Федерации одним из первых отреагировал советник министра МВД Антон Герасченко. Он заявил, что в ЕСУ никогда бы не стали стрелять по местам заключения пленных. Эти заявления необходимо проверить на предмет того, что это была правда, а не очередной фейк Роспропаганды. Если это окажется правдой, то очевидно, что убийство украинских пленных – это еще одно чудовищное и циничное преступление Путина и его подельщиков. Первые официальные комментарии с украинской стороны озвучили в генштабе ВСУ. Там заявили, что колонию обстреляла Россия, чтобы скрыть пытки и убийства украинских заключенных. Однако вскоре версия поменялась, и украинские власти заявили, что никакого обстрела не было, а украинские пленные погибли от взрыва, который устроили россияне внутри колонии. Об этом в частности написал советник главы Офиса президента Алексей Ристович. Он заявил предварительно, что это не столько или не только обстрел, сколько похоже на попытку убрать следы после событий, произошедших в здании. Один из главных признаков – люди в здании не разбросаны как от взрыва, а похожи на обгоревшие тела, которые были мертвы на момент пожара. По его словам, видео из Еленовки проанализировали специалисты пиротехники, что картина больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результаты обстрела. Позже Служба безопасности Украины заявила, что получила расшифровку разговора, как утверждается, двух представителей ДНР, которые также сказали, что прилетов не было, а это был взрыв внутри барака. При этом упоминается и то, что ДНР установила РСЗО прямо возле помещения колонии. На это прямо сделала упор СБУ в своей публикации. Перехваченные разговоры подтверждают, что россияне разместили свои установки ГРАД недалеко от исправительного учреждения и начали стрелять из них по территории подконтрольной Украине. Впрочем, никаких ответных обстрелов не наблюдалось. Вечером уже в своей сводке Генштаб ВСУ сообщил наиболее подробную официальную позицию украинской стороны. Она такова, что обстрел Еленовки – это провокация ЧВК Вагнера, с целью скрыть хищение средств, о чем не знала Миноборона Российской Федерации. Утверждается, что взрыв произошел в новом корпусе колонии, куда за два дня до этого перевели пленных. 1 августа на этот объект, как заявляется в сводке, должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных. Генштаб сообщает, взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из Азовстали. Оборудование здания закончилось два дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников. По информации Генштаба, главная цель взрыва – это утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Но напомню, что изначально у того же Генштаба версия была другая. Они заявляли, что цель подрыва – это попытка скрыть следы пыток и убийств. Также, что характерно, вся вина в сводке Генштаба возлагается на ЧВК Вагнер и российского предпринимателя Пригожина, который, как считается, Вагнер курирует. И получается, судя по тексту Генштаба ВСУ, Минобороны Российской Федерации не было в курсе о подготовке теракта. То есть, военное командование России как бы выводится из-под прямого обвинения в совершении массового убийства. Генштаб заявляет, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, она осуществлена руками наемников из состава ЧВК Вагнер. Лига по личной команде номинального владельца, указанной частной, военной компанией Евгения Пригожина. Организации и совершение теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны Российской Федерации. Ну и, наконец, помимо украинской и российской обсуждается еще третья версия, которая основывается на озвученном мною ранее заявлении СБУ. О том, что россияне разместили установки ГРАД прямо возле колонии. Из этих установок били по украинским позициям, чтобы спровоцировать ответный огонь. И якобы ответка действительно могла быть. При этом ранее россияне уже обвиняли украинские войска в обстреле колонии. И даже побуждали военнопленных записывать обращение командованию ВСУ с просьбой по ним не стрелять. В то же время мы видим, что и СБУ, и Генштаб ВСУ заявляют, что ответного огня ВСУ по этим РСЗО не вели. И основная же версия украинской стороны, что люди погибли не от прилета, а от взрыва, который устроили сами россияне. Также не в пользу версии об ответке с украинской стороны играет и заявление россиян, что били ракетами из американских хаймарсов. Это, я напомню, высокоточное оружие, которое вряд ли бы могло так сильно промазать. Или тогда же ГРАДы нужно было разместить прямо вот на территории колонии, прямо рядом с тем помещением, где находились пленные. Чтобы удар ответный, если он был, прилетел конкретно туда. По поводу гибели украинских военнопленных уже высказали озабоченность и в ООН, и в Госдепе США. Правда, ограничились замечаниями, что на данный момент у них мало информации, чтобы сделать какой-то однозначный вывод. Теперь об экономике, продовольствии и, конечно же, деньгах. Сегодня подорожала нефть марки Brent и стоит она теперь 110 долларов. Цена стала расти после разговоров о принудительном снижении цен на российскую нефть. Напомню, эту идею лоббируют американцы. Она состоит в том, чтобы все крупные покупатели российской нефти договорились приобретать ее по искусственно заниженной цене, которая будет чуть-чуть выше себестоимости. Пока идея эта далека от реализации, без согласия Китая и Индии этот план, по сути, не имеет смысла. А западные страны и так ввели эмбарго на российскую нефть. Россия же заявила, что если цены искусственно будут занижены, то она вообще просто перестанет поставлять нефть. И такие угрозы приводят к ценовому шоку на рынке. В самих США все громче говорят о рецессии. Сегодня мэр Нью-Йорка заявил, что Уолл-стрит рушится. И они, американцы, находятся в финансовом кризисе. Именно так он прокомментировал падение ВВП уже два квартала подряд, что, собственно говоря, свидетельствует о рецессии. В Украине курс гривны продолжает падать. В обменниках он уже перешагнул отметку в 42 гривны за доллар. Также пишут, что могут запретить обменникам показывать курс на табло. Он будет только написан на бумажке, когда в обменник непосредственно заходишь. Нацбанки уверены, что люди смотрят на табло, видят курс, пугаются. Ну а как тут, простите, не пугаться? От этого, собственно говоря, курс и продолжает расти. Поскольку разгоняет панические настроения. Поэтому украинские власти форсируют подготовку отправки первых кораблей зерно из украинских портов. Чтобы в страну как можно быстрее пошла валюта. Инспектировать подготовку открытия Одесского порта приехал Зеленский. А также послы стран Большой Семерки. Зеленский заявил, что экспорт начнется чуть ли не сегодня. Но сегодня уже, скорее всего, нет. Так завтра. Как только, по его словам, турецкая сторона и ООН дадут сигнал. При этом, россияне, судя по всему, свой экспорт зерна из Украины уже наладили. Российские СМИ публикуют видео из Мелитопольского элеватора. Который находится на подконтрольной Российской Федерации части Запорожской области. Говорят, что туда нескончаемым потоком свозят зерно, чтобы потом его выгрузить и морем вывезти и продать. Вот такой непростой день был сегодня. На этом у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Не забывайте подписываться на наши каналы Страна.юэй, Ясно Понятно, в Ютубе. Телеграм-канал Политика Страны тоже ждет вашу подписку. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok